всем привет с вами вася татаров ну что ребята блинов наелись проводили наконец-то зиму я надеюсь что холода к нам уже забудут дорогу но пока самое отличное место чтобы согреться это кинотеатр и так какие фильмы нас ожидают а посмотрим секретное досье фильм хотя снова на реальных событиях невероятная история кэтрин грэм первые женщины датали газеты вашингтон пост и редактора бэна брэдли в роли которого не сравненный топ хэнкс они вступают в гонку с нью-йорк таймс за право пролить свет на государственные тайны скрывавшиеся более 30 лет журналистам придется преодолеть свои разногласия рискнуть карьеры и свободы чтобы мир узнал правду что будет если мы не опубликуем досье проиграем не только мы проиграет вся страна невероятно но факт кажется фильмы журналисты получили второе рождение и секретному досье кинокритики прочь от зрительскую любовь ну не знаю пожием увидим но посмотреть его каждому стоит а вы бы хотели все деньги мира вопрос конечно территорически но именно так называется следующая кинопремьера на рубеже 70-х годов в риме похитителю масках кордут внука жана пола гетти крупного нефтяника и невероятного скупца еду ли отказывается платить выкуп поэтому матери пропавшего юна гейл остается упаковать только на агенда службы безопасности флетчера чейса кстати в его роли марк волберг криминальный триллер ридли скотта прославился еще до премьеры режиссер вырезал все сцены с кевином спейс из-за сексуального скандала и переснял их с кристофером пламером российское кино продолжает раскрывать мужские тайны о чем и говорят мужчины 3 продолжение точнее продолжение выходят на экран уже на этой неделе этот раз лёша слава камень и саша едут питер причем трое из четырех даже не знают зачем они туда едут в какой-то момент становится понятно что не важно зачем важно что просто едут восьмой фильм форте то и и третья часть о чем говорят мужчины уже без былого задора главные герои как и фильм выглядит уставшими а шутки какими-то вымученными очередной проходной фильм который пытается выйти на старом названии которого по сути осталось только название елки привет грустно все это но я уверен что и этот фильм найдет своего зрителя кто бы мог такую красоту описать мне кажется только пушкин ох ты ж них и раш себе мандула раздвижная мандула и еще одна наша российская новинка называется рубеж главной роли павел прилучный девчонки вперед за билетами достаточно циничный чтобы с ним прикультивилась какая-то либо история бизнесмен михаил шуров попадает центр темпоральной аномалии и начинает как зайчик скакать по времени твою ж мать а он оказывается в окопах великой отечественной войны на нескольком пятачки 1941 году сценаристы режиссеры устроили при лучшем настоящий квест а в качестве сценариста бы выписан александр шевцов набившим руку в таких фильмах как мы из будущего а в качестве режиссера дмитрий тюрин уже снимавший актеров мелодраме любовь с ограничениями а также тюрин снял классный триллер граждан так что мы можем допустить что это будет нечто больше чем мы из будущего 3 интригует да неплохая идея оцените и вы я это уже видел и напоследок мужики с предстоящим праздником от 23 февраля те кто служил и те кто не служил поздравляю всех респект вам друзья увидимся в кино